Короче, бесишь меня! Всем привет, ребятки! Мы приехали... Куда мы приехали? Кто узнает? Да, это Икеа, ребята. Давненько не были. Наконец-то мы заберем этот гребаный диван или кровать, что мы там выбрали в прошлый раз для нашего Артема. Все никак не доедем, да? Сегодня, кстати, как ни странно, очень мало людей. Сегодня же в воскресенье. В воскресенье обычно здесь просто вот так идешь. Знаете, рыбы в косяке идут, все в одном, не могут ни влево, ни вправо. И шумно, да? А сейчас прям тихо. Как-то странно. Все на море уехали, что ли? Как-то не очень погода для моря. Все в столовке, обед, Саша. А, все кушают, точно. В общем-то, ничего особенного. Вот комната как комната. Мне не нравится очень за мной. Но знаешь, как-то вот... Представляешь себя в такой комнате дома? Тишина, свой порядок. Дети ничего не разносят, не кричат. Мам, пап, принеси, подай. Чьи вещи здесь лежат? Кто бросил игрушки на диван? А вот так в тишине. Ну, будешь на пенсии посидеть в тишине? И захочешь, чтобы кто-нибудь покричал да разбросал? Наверное, да. Всем будет пофиг. Может и так. Может, надо просто в отпуск съездить, Таня, да? Наверное. Таня зовет меня на балкончик себе. Что-то у тебя неуютно на балконе как-то. Как есть. Я учусь, посижу в комнате. Какие-то железные стулья. Как в этом психбольнице какой-то. У нас нету столика на балконе. Ну, такой бы я даже бессладный не брал. А он стоит 30 евро. Нам нужно, Таня, детям купить домой вот такие фарфоровые сладости. Это помидор, Саша, а не сладости. Нет, я говорю сладости купить. Зачем? Чтобы они не могли их съесть. Ты что, садишь, что ли? Нет, они много сладостей едят. Шикольные, да? Да. А вроде как лежат конфетки на столе, а вроде как нельзя съесть. Это тоже бутафория, смотри, да? Нет. Или нет, настоящие? Нет. Да. Мне кажется, у нас Милана, Тимур, о чем так нет. Вот они могут просто тоннами желать эти сладости, просто блин. Вот дай им, мы как-то пробовали дать им столько, сколько они хотят. Вот вообще без ограничений. Думали, отъедятся и все. И мы два дня понаблюдали, как они их наяривают. Наши нервы не выдержали. Просто без остановки. Я не знаю, они не могут наесться сладости, сладости. Мы решили, нет, 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 нет. Лучше как мы будем по старой схеме. Таня мечтает об огромной кухне. Ну, типа такое, чтобы вот обеденный стол. Огромная кухня. Такая столешница, да, Тай? У нас вообще без звезд не взглянешь. Ну, это правда. У нас для пятерых человек вот эта коморочка наша узкая, она вообще не в касс. Это правда. Уже квартиру бы мы не брали с такой кухней уже никогда, наверное. Но в Германии очень много таких вкусов, потому что у них столовая зона типа отдельная. Ну да, мы даже жили в такой квартире, где была маленькая кухонька, а кушали все как бы в гостиной. Просто гостиная была разделена на гостиную и на обеденную зону. Типа того. Может нам нужно в нашей гостиной тоже сделать обеденную зону? У нас не такая большая гостиная. Ну, короче, не склеилась у нас с кухней в этот раз. О, смотри, она реально из глины сделана. Кстати, вот смотря на эту глиняную штуку, я вспомнил, у нас появилась мысль с Таней купить тандыр. Но мы насмотрелись в интернете, что тандыров очень много разных. Это все ладно, большие, маленькие. Но вот какая еда в нем получается. Воды показывают вкусно, там и мясо, и рыбку, и курочку. Все так выглядит аппетитно. Ну, кажется, потратишь такие деньги, поставишь его, да, и попробуешь, и окажется вкус такой же, как и на мангале. Ну хотя, нет, почему не то? На мангале надо крутить, а там не надо. Ну что, мы в основном там будем мясо делать? Мы же не будем там булки, печь и что-то всякое. Короче, короче, ладно. Мы хотим купить тандыр, но мы не уверены. Он стоит где-то у нас от 500 евро, наверное, 500 и выше. Самый такой простой. Ну да, такой среднячок такой. Даже начальный уровень, наверное. Вот кто из вас кушал из тандыра, напишите, вкусно ли это, стоит ли его покупать. Вот реально интересно. Вы нам очень поможете в этом плане, если напишете. Тандыр это вообще, наверное, восточная, типа казахская или узбекская, наверное, печка. Вот мы ждем, короче, от вас отдельного совета. Короче, напишите, пожалуйста, очень интересно. Как выбрать и стоит ли брать. Да? Пожалуйста. Таня только что заметила, кровать на троих, смотрите, так прикольно. Таня говорит, давайте детям сделаем одну комнату на троих. Бюджетный вариант. Но не такой бюджетный. Ну да, но все равно. Но нет, одна стоит часть. Блин, круто. Сразу троем. А на самом деле с каким это умыслом? Это на шведскую семью? Или на что? Или на какую-то мусульманскую, арабскую, наверное, да? Где там многоженство разрешено? Ну они же не спят вместе. Он ходит по очереди. Это на разврат уже похоже. А тут ходить не надо будет, сразу две придут. Да, такого я еще не видел. Кровать на троих. Ну как вариант, надо запомнить. Тебе-то зачем? Ну мало ли. Какое мало ли? Ну в смысле мало ли захочется пошире, чтобы было. Я на двойной, а ты на узенькой. А ты нам мало ли. Фантазии у нее, да? Вау, красиво, да? А это искусственный, да? Красиво смотрится. Реально прикольно. Но опять же не в нашей комнате, наверное, нет? Куда мы поставим? Надо полочку. А, полочку сделать надо. Надо переехать. Надо переехать, да, обязательно. Блин, каждый раз смотришь и думаешь, как круто вообще. Вот так бы сделать, так бы сделать. А уже у себя ничего не хочется делать, потому что мы в поисках квартиры. Ну в легком поиске, не очень активно. Пахнет. 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 Чего не пахнет? Просто деревяшки, в которой ничего нет. Они пропитаны просто маслом. Вкусно, да? Не знаю. Мне кажется, немало будет запах продавать. За 8 евро я, конечно, не брала бы. Короче, это, походу, она... Ой, Артем, теперь для хлама. Нет, это для пастильного принадлежности, кажется. Мы еще не определились с матрасом. Здесь, кстати, два матраса, смотри, на самом деле данные. Надо брать два, да? Ах, да! Она же двухспальная. Точно, да, эту? Да. Окей-докей. Сегодня соберешь? Нет, конечно. Своим шуруповертом? На даче. На даче. Да. Таня выбирает матрасы все еще. Мы склоняемся к тому, что надо... Я склоняюсь к тому, что нужно потверже. Таня сомневается, если надо помягче. Потому что нет, я не говорю, что помягче. Надо средненький, потому что ты очень тяжелый. Ты весишь больше ста килограмм. Ну смотри, через два года Артем будет твоего роста и твоего веса. Вот мне на это нормально. У тебя башкарный такой? Спящая красавица. Смотри, Саш, если ты лежишь на боку, он не должен быть очень жесткий. Чуть-чуть должно провалиться, чтобы позвоночник ровно шел, да? Если он будет очень жесткий, то позвоночник как будет идти? Вот так. Тань, я знаю, что чтобы спина не болела, нужно спать на жест. Японцы спят вообще на полу. Вот на таком матрасе, на коврике. Что же для тебя жестче для Артема? Спроси у продавца для 30 кг, для 40 кг, какой матрас лучше из-за этих размеров. Тань, они некомпетентны. Да их здесь ставят на работу просто так, они не понимают ничего. Короче, мы сошлись на средней жесткости матрасе. Ни нашим, ни вашим, короче. Ну что ж, вот так планомерно мы приближаемся к выходу. Тань, мы будем кушать? Неверно. Да? Ты не хочешь? Я поел бы, наверное, да. Хочу кофе точно попить, а вот покушать, наверное, тоже, да. В принципе, здесь все глобально продумано. Пройдись, покушай, пройдись еще. В этом плане, конечно, Икея с фантазией все сработала. Маркетинг работает. Так, ну что ж, а вот и все люди. Я рассказал тебе, что все люди здесь стоят. Это я тебе сказала. Заметьте, это я сказала. Я сказал. Вы же видели. Это я сказала. Я сказал. Это папа сказал. Это папа сказал. Папа сказал, да? Да, папа сказал. Да, опять. Это я сказал. Я сказал. Твое плюс одного. Все в столовке обед совершили. Все видели. Так, перематываем назад. Ага, ты вырежешь. Еее. Ну что, вперед. Вопрос, как это все поместить в машину? Ну, я думаю, что, наверное, поместим, но так. Длину будет очень, учитывая, что у нас трое приехало. Попробуем. Получился какой-то корабль Star Wars у меня, Тань, да? Или танк? Круто. Да. Я сказала бы даже, что танк больше. Да. Как-то незначай я сложил такую композицию. Конструкторская душа у меня. 400 евро на кассе. Мы вообще повеселились. Где ребенок нашли? 400 евро кровать, два матраса. В принципе. Тань, займешь место? Вот здесь где-нибудь. Только ты стой, да? Не отходи. Давай, да. По старой схеме работаем. Артем, папа сюда приедет сказал. Занимайте место. Сейчас, конечно, поспокойнее. Много места. Обычно здесь надо прямо в очереди стоять, чтобы подъехать. Загрузиться. Надеюсь, мы все это закинем в багажник. Сейчас папа на меня наедет? Да. Я думала, сейчас ты на меня наедешь, я на тебе заяву напишу. Ага. На меня ты можешь заяву написать, а на других нет, да? У меня уже учено. У меня камера была. Я могла доказать. Конечно, на своих проще катить бочку. Так, грузимся. Смотри, как хорошо. Отлично. Чем тебе не буст, да? Прям интересно, ты сможешь сесть? Этот шарик тебе не мешает здесь? Давайте посмотрим, как Таня поместится здесь. Что, ты калываешься? Я запросто помещусь. Ребята, выбирайте себе или компактный джон, или большие машины. Женщины вот так за рулем ездят, чтобы ты знал. Даже еще ближе. Представь еще руль здесь тебе поставить. Вот так вы и ездите на самом деле. Женщины, когда ездят, они пытаются, ну многие, не все, конечно, но, наверное, процентов 80, есть, сесть как можно ближе к капоту туда вперед. Я не знаю, зачем, наверное, чтобы видеть, где он там заканчивается, чтобы... Я не знаю для чего, но... Ты знаешь, я их понимаю. Да? И что это дает? Если бы я сдала бы на права, на одну такую добавилась бы. Вы все кричите о равноправии прав, что женщин нельзя ущемлять, женщина как мужчина, все на равных. Но ведь вы не можете сделать все как мужчина. Слышь, мне пофиг, я не кричу. Это да. Это, знаешь, хорошо все уметь, но не дай бог все самой делать. В общем, решили сделать так. Таня и Артем идут на дачу, я уезжаю сейчас домой, оставляю машину, сам все это разгружу и еду на тренировку. Ну, на велике. На машине не поеду, потому что с парковками проблема. Заодно кардио тренировка. Смотаюсь я на тренировочку, вернусь и заберу их с дачи. Так сделаем? Отлично. Хорошая идея. Потому что завтра на тренировку у меня не получится. Завтра очень и очень сложный день. Ну, в общем-то, сами все узнаете. Короче, не сачкуй там, да? Ага. Закрывай, Артем, пошли. Ну, каждому свое, как говорится, а мы отдыхать. Да, Артемка? Да. Купила граненые стаканы. Видно, не видно? Ну, типа граненные на новый лад, на дачу. А что, пригодятся. И пластыри. Потому что у нас там вечные падения у детей. Раны будем клеить. Возможно, сегодня уже и пригодится. Так. А тут на даче работа кипит. Смотри-ка, траву уже повыдергивали. Да. Наверное, Тимуня работает. Это что за грозный песик? Это что за грозный песик? А где Тимуня? А, под столом что-то жует. А что прячемся? Три пластырь купили. И граненые, и стаканы. А что за очки? А я по тебе скучала. Ой, это Арноджин. Ой, думаю, не мяч. О, тут что-то вырастает. И травку поднимать. Давай достанем. Эй, не трогай. Мой базилик. 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 Пойдем, покажу сколько клубники, Артем. Китя, давай скушаем. Артем, пойдем. Посмотрите, как розы распустились желтенькие. Красотища, нет, Артем? Красотища. Красотища. Да. Ну, посмотрите, у нас есть и печальная новость. Наш цукини, у которых уже было аж 6 листиков, сожрал слезняк. Не вот этот, конечно, а реальный. Посмотри, какой был большой, какой стал. Чувствую, будем мы есть только тыковку в этом году, которая пока, слава богу, на месте. Ну что, кто работает, тот ест. Тимурка. Не снимай меня. Ну ладно, пойду поснимай Артема. Я работаю. Нет, спасибо, я в труселях. Эксклюзивные кадры. Артем работает. Как трудно ему это дается. Артем, ты всю землю перерыл? Ну что ты там грязь ковыряешь? Ты же травку вырывать должен. Мама, а меня показать не надо. А ты же в трусечках. Да. Работай, работай. Ну как, Кеся, чудненько у Артема получается? Как ты думаешь, Кеся? Кесеньку. Маленький. Порощушечку. Скажи привет. Скажи привет нашим зрителям. Кисеньку. Он стесняется. Будем делать ловушку для улиток. Короче, очень милые ручки. Сейчас мы закончим, покажем, что получилось. Вот такая штукенция у нас получилась. Там, в общем, если они попадут во внутрь, они уже не вылезут. И края мы обмотали скотчем, чтобы они могли... Чтобы животик не порезали. Да, чтобы им было приятнее туда влазить. Теперь мы будем вливать туда пиво. Давай, давай, лей. Пенка. Может, пенки не было, нет? Почему? Какая разница? Мне прям интересно испытать. А остальное куда? Куда? Не выливать же. О, холодненькая. Я представляю, как будет вонять эта бутылка, полная улиток, мертвых. И пиво. Фу, мне же ничего не хватило пить. Блин, это работает. Это сработало. Смотрите, она заползает именно в бутылку. Блин, я даже не думал, что это работает. Офигеть. Да как не думал. Я помню, как ты нечаянно кексил, эту консерву забывал открытую. Ну да, они съедали все. Не надо было даже домой уходить. Ты помнишь? Пару часов потусили, вечер настал. И смотришь, там уже 5-6 штук варятся, кушают. Да, короче, пивка захотелось в литочке. По-человечески, конечно, ему жалко. Короче, улитка сдохнет от опьянения. Передозировки. Вот и все, ребята. Сегодня уже очень поздний вечер. Осталось помыться и собраться на работу завтра. Поставили мы две ловушки на даче для слезняков. Посмотрим, сколько мы их поймаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.